Понимаете? Хорошо. И его позиция, и его помазание по правой руке Отца, и его помазание как главнокомандующего воинством небесным, все ангелы докладывают ему. Весь военный аппарат небес находится здесь, на земле. Но они отчитываются ему. Поэтому они все здесь. И неужели вы думаете, что они не будут воевать вместе с вами? Они сразу же присоединяются к вам. Аминь. Итак, какой следующий шаг? Сила. Все преодолевши, сделав все, стойте. Становитесь сильнее с каждым днем. Сильнее с каждым днем. Верьте, что вы получаете это каждый день, утвержденное и укрепленное Духом Его в вашем внутреннем человеке. Каждый раз, когда я исповедую своими устами, Иисус является первосвященником нашего исповедания. Он сказал, «Когда двое или трое из вас собраны во имя Мое, там Я посреди вас». Аминь. А зачем Он это делает? Чтобы осуществить то, о чем мы согласились. Поэтому каждый раз, когда вы исповедуете своими устами, «Я соблюдаю эту заповедь. Я люблю Господа Бога моего всем сердцем моим, всей душой моей, всем разумением моим и всей крепостью. Я люблю ближнего своего, как самого себя». Потому что именно это угождает Богу. Аллилуйя. Каждый раз, когда вы исповедуете это, Дух Святой сразу же отвечает на это. Сразу же. Это Его сфера доблести. Это Его сфера силы. Аминь. Он сразу же, сразу же, укрепляя и утверждая вас внутри. Я исповедую эту заповедь. Я соблюдаю эту заповедь. Я исповедую Слово Божье и исцеление. Я исповедую, что Иисус Христос Господь. Он Господь во славу Бога Отца. О, Он Господь во славу Бога Отца. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Духом Святым. Каждый раз, когда вы это говорите, каждый раз, когда вы поступаете на основании этого, каждый раз, когда вы исповедуете Слово Божье, каждый раз, когда вы молитесь в Духе... Что Библия говорит, вы делаете, когда вы молитесь в Духе Святом? Назидайте себя как на вашей святейшей вере. Аминь. Это сфера веры. Когда вы говорите в Духе верой, это является сферой веры, которая выражается в своей святейшей форме. И когда вы это делаете... Аминь. Укрепленные и крепко утвержденные Духом Его во внутреннем человеке. И что в процессе этого происходит? Духовный рост не приходит от того, что уже прошло какое-то календарное время. Он приходит благодаря времени, проведенному в духовной тренировке, в духовном обучении, благодаря духовным словам, духовной жизни, хождению в Духе, сейнию в Дух, пожиная жизнь вечную, как сказано в нашем переводе. Дословно там говорится, пожиная Зоя, жизнь Божью. Пожиная, пожиная, наращивая здесь духовные ресурсы. Завтра вы должны быть сильнее, на следующей неделе вы должны быть сильнее. К следующему году вам вообще все должно быть ни по чем. Слава Богу. И смотрите. Смотрите дальше. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Поэтому просто забудьте об этом. Поскольку вы никуда не продвинетесь, пока не будете укоренены и утверждены в любви. Но укорененные и утвержденные в любви вы сможете постичь. Вот это слово «постичь» буквально означает «иметь практическое знание». Если вы укоренены и утверждены в любви, и вы верите, что вы получаете по вере, будучи укреплены и крепко утверждены духом его в вашем внутреннем человеке, вы возрастаете. Вы растете на Слове Божьем. Вы возрастаете в духе. Понимаете? Слово Божье говорит, что во всем возрастая в Него. И тогда вы будете иметь практическое знание со всеми святыми. Я имею в виду, что это для каждого, кто рожден свыше. Что широта и долгота, и глубина, и высота. И иметь близкие отношения с помазанным, Его любовью и Его помазанием. Это то, что происходит с каждым, кто возрастает в духе. Ваш рост приходит от более близких взаимоотношений с Ним. Он сказал, «Любящий Меня соблюдает Мои заповеди. Я возлюблю Его. Мой Отец возлюбит Его. И я явлюсь Ему сам». Понимаете? Я говорю вам прямо сейчас, Иисус не может явить себя вам с... Любовь есть любовь. И когда любовь сверхъестественной являет себя, то вы знаете, что вас любят. Боже мой. Аминь. Аллилуйя. И вы начинаете возрастать в ней. И начинают развиваться эти близкие отношения с Ним. И вы начинаете говорить, «Я возлагаю на Тебя все мои заботы. О, мой дорогой Господь. Мой дорогой Отец. О, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я просто прославляю и поклоняюсь Тебе. Я благодарю Тебя. Ты такой замечательный. Ты так дивен в моих глазах. Ты так велик. Ты великий, удивительный Бог. Ты любишь меня так же сильно, как ты любишь Иисуса. Ты сам так сказал. Ты любишь меня. И та же самая любовь, которую ты возлюбил Иисуса, находится сейчас внутри меня. И я верю в это. И я принимаю это. Я верю, я верю, я верю, я верю, я верю. Я верю, я верю. Я верю, я верю, я верю, я верю. Что это? Это было около 12 или 15. Да. Я верю. И мой дух знает, что это значит. Вы начинаете тренироваться с этими маленькими, 4-килограммовыми гантелями. И как только вы закончите с ними, ваш тренер улыбнется и подаст вам 5-килограммовое, а потом 7-килограммовое, а потом 10-килограммовое. В один прекрасный день вы придете в зал, и он подаст вам эту 25-килограммовую гирю, и вы посмотрите на него и спросите, «Это мне?» Он ответит, «Да, давай. Возьми ее в руку». Вы ворчите и стонете. Но довольно скоро вы будете легко справляться с этими 25-ю килограммами, воздавая Богу славу за это. Именно так вы будете побеждать рак и смерть. Аминь. Смит Вигглсворт зашел в дом. Боже мой. Один молодой человек был в то время пастором церкви в Англии. Я познакомился с ним и очень хорошо его знал. Он уже ушел на небо к Господу. Он сказал, «Смит мог просто... Он мог так вас напугать. Вы могли просто идти по улице». Как-то раз мы просто шли по улице. Смит Вигглсворт проводил собрание в церкви моего друга Чарльза, и они шли с ним по улице. И одна женщина подметала крыльцо. Ее нога была в гипсе. Она подметала крыльцо. И у Вигглсворта был громкий голос. И он знал, как высвобождать помазание в этом голосе, поскольку у них тогда не было никаких усилителей с колонками. Он мог под силой Божией крикнуть «Аллилуйя!» И вы могли слышать его за два или три квартала. И они шли там, и он сказал той женщине, «Вы знали, что Бог исцелит вашу ногу?» Она ответила, «Да ну!» И Чарльз сказал, «Я не знаю эту женщину». Но вы должны понимать, это было в сороковых годах, когда никто ничего подобного не делал. И Смит просто подошел к ее крыльцу, забрал у нее метлу, отбросил ее в сторону, возложил на ее голову свою руку и начал верить Богу. Она развернулась и пошла, взяла что-то, чем можно было срезать с ноги этот гипс, слава Богу. Там умер один человек, который не ходил в церковь Чарльза, но в нее ходил кто-то из членов его семьи. И они попросили Чарльза, как своего служителя, прийти и выразить свои соболезнования. Он согласился. И Вигглзворд пошел вместе с ним. Они зашли в тот дом, и гроб стоял в отдельной комнате. Там были две застекленные створчатые двери. И все собравшиеся плакали и скорбели. Смит Вигглзворд зашел и, не говоря никому, не здравствуйте, ничего, направился прямо в ту комнату, закрыл за собой эти застекленные двери, подошел ко гробу и начал вытаскивать из него этот труп. Он достал этот труп из гроба, поставил его в угол, отошел назад и сказал, «Во имя Иисуса хади!» И труп просто сполз по стене на пол. Смит подошел, поднял его, поставил обратно в угол и сказал, «Я сказал, хади!» И труп сполз по стене на пол. Он подошел, поднял его и снова поставил в угол. Он сказал, «Я сказал, «Во имя Иисуса, ходи!» И они вышли вместе из той комнаты. Аллилуйя! Было 17 задокументированных врачами случаев, когда он это сделал, когда он просто входил в больничную палату, в которой лежал покойник, срывал с него простыню, поднимал его с кровати, ставил его к стене, кричая имя Иисуса. Эй, брат Копланд, они подумают, что мы ненормальные. Только не тогда, когда покойник выйдет вместе с вами. В моей жизни тоже такое было. Не именно так. Но, похоже, произошло со мной на Ямайке. Один вечер Бог благословил и почтил меня этим помазанием. Во время церковного служения у пастора умерла внучка. Она родилась с ревматическим сердцем. Этой маленькой девочке каждый день говорили, «Осторожно, малышка, ты можешь умереть в любую минуту». Понимаете? Над ней всю ее жизнь висела смерть. Ей было 18. Когда я туда приехал, я думал, ей было лет 12, потому что на больше она не выглядела. Ведь над ней постоянно произносили смертный переговор. И она умерла во время церковного служения. Их дом находился на горе. Их крыльцо было выше этих фонарей внизу. Нужно было подниматься по всем этим ступенькам. И ее мать начала кричать. Мы только закончили собрание. И ее мать нашла ее и начала кричать. «Моя девочка мертва! Моя девочка мертва! Моя девочка мертва!» Я стоял около ступенек, ведущих наверх к их дому. И когда я вот так сделал первый шаг, то вторую ногу я уже поставил на крыльцо их дома. Ни физически, ни умственно, я не могу вспомнить, как это произошло. Я сделал всего два шага. Первый шаг, второй, и я оказался наверху, на последней ступеньке, и вступил на их крыльцо. И под такого рода помазанием мне это показалось вполне нормальным. Когда я позже думал об этом, меня это привело в восторг. Но в тот момент мне это показалось чем-то вполне нормальным. Но за пять дней до этого Господь повел меня взять пост. Я не знал почему. Во-первых, я заметил, что у меня пропало всякое чувство голода. И я начал замечать, что в этом что-то было. И я спросил об этом Господа. Он сказал, «Да, я не хочу, чтобы ты что-либо ел, пока я тебе не скажу». Я ответил, «Хорошо». Поэтому пять дней я только пил воду. И что происходило? Пост не является оружием, каковым он был в Ветхом Завете. Но для того, чтобы поститься, вы должны заставить ваше физическое тело замолчать. Вы победите чувство голода где-то за три дня. Оно уходит, но вы можете взять власть над этим чувством голода. И это был такого рода пост, каким установил его Господь. Поэтому я с первого дня не испытывал никакого чувства голода. Помазание было настолько сильным. Оно просто ушло. И когда я вошел в дом, ее отец поднял ее, и она висела на его руках. Одна ее рука была здесь, вторая здесь, а ее лицо у него на груди. И он был в шоке, он просто стоял там. Я вошел в дом. Я схватил ее за руку. Она уже была холодной. Ее конечности уже теряли подвижность. То есть она была мертва достаточно долгое время. И Господь напомнил мне, что Он сказал дочери Иаира. Я послужил ей. Я сказал, «Во имя Иисуса, я провозглашаю в тебя жизнь». Ничего. Я сказал, «Во имя Иисуса, я провозглашаю в тебя жизнь». Ничего. Я сказал, «Во имя Господа Иисуса Христа, которому я принадлежу и которому я служу, я провозглашаю в тебя жизнь Божью. Во имя Иисуса ходи, живи». И было такое впечатление, как будто кто-то ударил ее в живот. Она вскрикнула. Вот так. И она посмотрела на своего отца и сказала, «Папа». Я сразу же подумал, «О, мы устроим в этих горах пробуждение». Слава Богу. Ну нет, пробуждения не было. Они все ее боялись. Да. Они думали, что она была каким-то привидением, призраком. Эти люди живут в горах в Карибском регионе. Понимаете? Чудеса не порождают веру. Мы должны были проповедовать там Слово Божье. Я продолжал проповедовать там до конца той недели. Другие люди должны были ехать туда и проповедовать, слава Богу. В конце концов, ей пришлось уехать оттуда. Она переехала в столицу Ямайки, в Кингстон. Последний раз, когда я получал от нее известие, она преподавала в школе в Кингстоне. Слава Богу. Аллилуйя. В моей жизни это происходило дважды. Я не буду сейчас рассказывать о втором случае. Но мы говорим с вами о вашем духе. Он говорит, к этому времени вы уже должны были быть учителями. А вы снова стали теми, кому нужно молоко. Они начали возрастать, а затем скатились обратно на младенческий уровень из-за религии и всего остального. Они перестали питаться Словом Божьим, и их физические тела взяли над ними вверх. Но он говорит, если вы станете сведущими, умелыми в слове праведности, и станете сильными, вы сможете научить свое тело различать добро и зло. Аллилуйя. Это то, кто мы. Какие мы и куда мы направляемся. Вы готовы? Аллилуйя. Это должно происходить в супермаркетах. Это должно происходить в торговых центрах. Это должно происходить на любой дороге. Это должно происходить в самолетах. Это должно происходить везде. Везде, где есть верующий. Везде, где есть христианин. Христианин. Христос. В слове христианин означает помазанный. Помазаны точно так же, как это означает и Христос в имени Иисуса Вот кто вы Небеса излили себя И они сейчас вас